Я его нокаутирую, он никудышный, меня не вывезет, короче. Кто много говорит, тот много падает. Вы очень сильно не хотели этого боя. А как, что я скажу? Нет, я не буду драться? Я пошел на все условия. Да, да, конечно. Но кто-то из нас хрустнет, кого-то. Мурат Халидов. Единственный самый интересный момент был, где стал рельгист и сказал, что за параша. Начинать в мою сторону, будто грань перешел. Так чемпион не должен драться, Олег. Олег Фомичев. Это сильно духом не падай потом. С духом все нормально, но я не падал. Ну все, когда-то бывает первый раз. Маленький для меня. Размер не важен. Данил, ты меня слышишь, да? Ты сейчас боишься за Олег? Сейчас там ломаешь людей. Я как дам, блин. Я приму любой бой. Друзья, всем привет. Меня зовут Ярослав Степанов. Рядом, как всегда, Леша Махно. Это очередной выпуск программы «Хук вам». И сегодня у нас в гостях участники самого неожиданного боя в этом году. Но, тем не менее, наверное, теперь самого ожидаемого. Боя на голых кулаках в лиге «Топ-дог». Чемпион нашего дела Мурат Халидов. Чемпион «Топ-дога» Олег Фомичев. Парни, еще раз приветствую. Олег должен был драться с Игорем Эмелей 20-го числа на турнире в Уфе. Но вот Игорь получил травму. И в итоге появилась такая замена в лице Мурата. Мурат, я помню, вот ты на одном из подкастов обозначал свое отношение к голым кулакам. Что вот я даже не представляю, какую сумму мне должны заплатить, чтобы я тут подрался. Вот я на кулаках, я не знаю, сколько даже мне заплатить, блин, чтобы я вышел на голых кулаках. Но вышел бы. За очень хорошие деньги. За очень хорошие деньги, чтобы я мог, даже если я вот эти свои кулаки где-то там разобью, чтобы я мог полгода спокойно ни о чем не думать. Потому что пока залечишь, это такое дело. Как все поменялось, да? Почему? Мне хорошие суммы заплатят. Ну, сумма понятна. И вы говорите, правда, это специально. Единственное... Знаешь, на самом деле, просто вот любой другой был бы, если бы не Олег, наверное, я бы не залетел. Но это имя, оно меня прям, знаешь, ну, имя в кулачке, это имя в кулачке, да? Будем честны. Ну, наверное, в тяжах, мне кажется, самый опасный на данный момент из действий. В кулачке, вот именно в кулачке на сегодняшний день Олег номер один. И именно это меня замотивировало и сподвигло пойти на такой бой. Тем более, учитывая там некоторые моменты, да, там, которые у меня были. И в целом, ну, все равно кулачка это не про спорт. И сейчас в целом моя карьера так, она стремительно начала развиваться. Там, у сегодняшнего дня я уже начал работать с Виталием Тарасовым и с компанией «Принципиум». Да, и я уверен, что это во благо будет. Уже, уже есть плоды. Это компания «Моска», которая поддерживает меня к этому бой непосредственно, я думаю, в целом дальше. Ну, и вот, что касаемо вот именно боя, да, это супер, это супер бой. Я уверен, мы закатим сумасшедший бой. Олег, я люблю перстинговать, я люблю давить. Мое давление не каждый в его возе, да, если ты видел мои бои, я думаю, ты уже их забрал. Один-два, там, и то нарезки. Он тебе уже не смотрит, их-то не смотрит. На самом деле, я тоже такой человек. У меня есть тренер, вот, чтобы голову не забивать себе, у меня есть тренер, он разбирает. Да, и он тебе просто говорит, что нибудь объясняет. И потом уже что-то дело, потому что где-то что-то посмотришь, ну, психология у всех разная, а кто-то может уже там подломиться, да, ну, я образно говорю. Поэтому, и он идет вперед, он тоже парил, но я еще умею двигаться назад. Я не знаю, Олег умеет или нет двигаться. Бой покажет? От соперника. Я сам не знаю. Я не видел его ни одного боя, где он может, да, где он двигался бы от соперника. Я ее только, как у меня, нравится это. Меня это прям воодушевляет, и я уверен, что мы станем посреди этого столько сена. И окрасить ему в красный цвет. Мурат, ты до этого уже высказывал желание встретиться с Олегом. Да. Даже не высказывал. Ты говорил, что нокаутируешь его, называя Олега середняком. Да. Вчера, кстати, общались с Арменом Гуляном. Он сказал, что тебе интересен бой с Олегом Фомичевым, который вас... Да. Интересный бой, он выделил у Хадиса недавно, случайно, наверное, или больше, наверное, как-то ситуационно. Удивил меня этот бой. Я хочу с ним подраться, я хочу его побить, на самом деле. Но он тоже не выйдет даже одного раунда. Уверен? Ну, вы уверены, говорю, он раунд не выдержит. Ну, то есть ты не впечатленного техника, потому что многие считают его достаточно высококлассным боксером. Не-не-не-не-не-не. Хороший спортсмен, я никак не унижаю его достоинство. Он хороший среднячок. Хороший среднячок. Но со мной такая техника смертельная. Но это было в контексте бокса в ММА и перчатках, кикбоксинга в ММА и перчатках. Когда ваш бой уже был объявлен на голых кулаках? В целом твоя риторика меняется или примерно такой же точки зрения придерживаешься? Боксер, он среднячок. Я говорил, боксер, касаемо бокса, он среднячок. Такой плотный среднячок. Но на кулаках это номер один сегодня. Ну, наверное, не в супертяжах, я считаю, другой вес, да? 94, ну, тяжелый вес. Ну, получяжий, там, первый крузер. Именно на кулаках это имя. А по боксу, касаемо, я посмотрел его бои по боксу, там, где-то вот Сасланов он боксировал. Для меня это среднячок. А то, что я его нокаутирую, я выхожу только с этой целью. Короче, настрой не меняется в независимости от продуманных. Строй не меняется, это не поменялось. Я всегда выхожу только нокаутировать. Мне это нравится. Ну, а зачем оставляют на решение судей? Нет, согласен, согласен. Если ты мне дашь хоть одну долю секунды в руку туда просунуть, то судейские решения не задержали. Ну, там будет большой шанс сделать, потому что это голый кулак. Голый кулак, там, у меня, правда, ну, они широкие. Ничего страшного. Ты только прикрывайся, хорошо, прям вот так. У меня голова большая, как раз, я уверен, что один удар, ну, какой-нибудь залетит. Вообще не вопрос, не сомневаюсь. А там выдержишь ты или нет, это уже твоя, ну, как называется этот, здесь. Вестибулярный аппарат, вестибуляр, все правильно. А у тебя вообще опыт боев на голый кулаках, насколько он богат, из тех боев, что не пошли в статистику? Когда последний раз? Ну, вот если мои руки рассмотреть, они все в шрамах, да? Ну, да, да. Да, это очень большой опыт у меня. Ну, это все равно, это когда-то было, там, 15-20 лет назад. Я же старый уже. Отвык, да, уже не помнишь, как это, бить человеку с голым кулаком? Ну, как-то, ну, помню-то помню, прекрасно помню. И напомню. Вот еще, я так понимаю, лимит весовой категории у вас, вы договорились, 97,3 килограмма, насколько я понял. Мурат, ты на бой с Айдемировым, перед боем с Айдемировым показывал 110. Актуален ли вес сейчас, значит, следует, что тебе 13 килограммов придется проходить через... Нет, уже меньше чуть-чуть. Уже 10. Ага, то есть сейчас ты 107 примерно? Да, да. А насколько ты думаешь, что это может стать для тебя такой проблемой? Да нет, это проблема не станет. У меня много лишнего. Я даже ничего сверху, там, майки не одеваю. Чисто диетой убрал вот там. Поэтому это не будет проблемой для меня. Мурат, не так давно ты был у нас на программе, и у тебя планировался бой, с которого пришлось сняться ввиду травмы. Ты перенес операцию и, казалось бы, вернулся очень быстро. Хватило ли времени, чтобы полноценно подготовиться к такому поединку, где ты сам понимаешь, что Олег на сегодняшний день это первый номер этой индустрии? Во-первых, аль-хамду-ли-ля, охвала Всевышнему, что я так быстро восстановился. И многие специалисты, с которыми я разговаривал, они удивлены, что это настолько короткий срок. Уже хожу без какой-либо помощи. Не то, что хожу, а что я, ну, полноценно тренируюсь. Я уже начал свой лагерь, я должен был драться чуть позже, чем у нас сейчас бой, да? Я готовился вообще позже, и я начал свой лагерь где-то месяц назад. Вот месяц назад. Учитывая, что это кулаки, и там не нужен такой футворк, там, такого, как ты, допустим, на, на имя-опечатках делаешь, или на, или когда ты там по боксу дерешься, этого делать не нужно. Нам просто выйти и дараться. А касаемо моей функционалки, нормально все. Я нормально готов. А буду еще две недели до боя. Ну, 12 дней. Еще очень много времени. За это время все, что угодно, можешь произойти. Олег, вот я помню, был у Мурада, Мурад был на одном из подкастов, он прям так ярко к тебе обращался, смотря в камеру. Да, вот я вот хочу к вам еще обратиться. Олег, я знаю тебя не лично, но знаю тебя как парня духовитого. Вот я тебе говорю, что я тебя нокаутирую. Я тебя нокаутирую, что ты не мой уровень, что ты такой стабильный среднячок. Неужели эти слова тебя не заставят сейчас твоего менеджера, который нашел миллион причин не подраться со мной, прийти к нему и сказать, ээ, организуй бой мне где хочешь с этим человеком. Возникала ли такая мотивация, вот когда ты слышал такие слова, не знаю, может кто-то скидывал, еще что-то. Подойти и сказать Максиму, Максим, сделай мне бой с Мурадом где угодно по каким угодно. Олег, если ты не против, я сейчас вот здесь могу ответить за тебя. Давай. А потом я отвечу за себя. А потом ты ведешь за себя. Я не знаю, или это ты, или это твой менеджмент, но вы очень сильно не хотели этого боя. Очень сильно не хотели. Я прекрасно понимаю, по какой причине. Ну, если даже ты, может быть, и где-то там хотел что-то сказать, может быть, тебе не давали где-то записать видео, что-то сказать, может быть, не давали. Но сейчас это было все в контексте ММА-перчатках, да, на нашем деле. Да, это другая чуть-чуть, не кулачка. Ну да, да. Были некие опасения с вашей стороны, но когда вы узнали, что я решил вот так вот подраться на голых кулаках, еще и в 97 килограмм, и еще, короче, и после травмы, ну, нормально, да, там. Честно скажу, про травму я не знал. Ну, может, ты не знал, но, поверьте, твой менеджмент обудово знал. Мы тоже не знали. Удивительно. Просто, ну, я никогда вот этим стараюсь не пользоваться, как бы я, ну, я считаю, что это слишком поздно. Ну, как бы я вот выйти по-пацански подраться, поражать руки, разойтись. Это правильная позиция. Да, это позиция мне близка, к которой ты говоришь. Ну, я хочу к чему... А сейчас я помню, что я скажу. Давай. И просто, видишь, я вот такого мнения, если ты находишься в этой движухе, в этой каше, то если ты чего-то опасаешься, кого-то опасаешься, то нет смысла там находиться. И поэтому, Мурат, и когда... Я видел это видео, безусловно, конечно, когда где-то говоришь, что там якобы выключишь меня в первом раунде и так далее. Не подзадело внутри? Нет? Не было вот такого вот? Честно? Это что такое? Нет, нет. Почему он себе позволяет? Нет, нет, нет. Максим, а ну-ка быстро организму это поездило. Нет, подожди, у нас с тобой личного ничего нету, понимаешь? Не было такого? Личного с тобой ничего нету. Я понимаю. И меня к тебе нет, но мы же в индустрии в этой находимся. Это же спортивная движуха. Это понятно, что ты... Спорт, если это на втором плане. Спорт в нашей индустрии, он чуть-чуть отодвинутый. Да, но... Здесь есть другая движуха. Я понимаю, как бы сейчас тем более на ходу, ты сейчас там ломаешь людей, да, я понимаю. Мне тоже нравится, что мы с тобой подеремся. Как бы это и моя тоже проверка. Да. В любом случае, неважно, это будет кентуса, либо это будет голый кулак. И мне наоборот, это было бы интересно. Но вам же предлагали бой на нашем деле. Смотри, Мурат, все вопросы через моего менеджера. Я говорю, Макс, мне без разницы, с кем драться. Как есть, говорю, ну, я там, ну, не придумываю ничего, искренне разговариваю, общаюсь. И если бы мне сделали на нашем деле бой, я был бы только рад этому. Ну, а вот самого инициативы не было проявить, сказать, Макс, я, конечно, понимаю, что ты там мой менеджер, но вот я хочу вот с ним бой, короче, наше дело, RCC, ACA, короче, топ-ренд, короче, да, разницы нету, давай. Короче, договаривайся. Я, вот как, допустим, сейчас, вот в моем случае, я пошел на все условия, чтобы ты понимал, абсолютно на все условия. Это давай, это, я даже не торговался, чтобы ты понимал. Это, да вообще пофигу, бой с вами чем, делайте мне. Короче, я и с нашим делом, с моей лигой вел долгие переговоры. Ну, чтобы ты понимал, не так просто было чемпиона лиги, а то есть ты другую лигу. Но я этого добился. Почему? Потому что моя инициатива была. А у тебя была такая инициатива? Смотри, изначально, когда я только попал в эту всю движуху, индустрию, я Максу обозначил свою позицию. Говорю, Макс, я говорю, сделай мне вот, куда скажешь, туда я пойду. Просто я не могу через его голову перепрыгнуть, понимаешь, Мурат? Как бы, ну как бы то ни было, я выполняю свою работу. Я понял, я понял, ну есть одно, и он выполняет свою работу. Лично для меня, вот есть я, есть моя жизнь, менеджер, там, папа римский, там, да, без разницы. Вот если есть мое желание, то оно у меня стоит превыше всего. Вот я вот тебя хотел понять, оно было у тебя, это, это инициатива твоя была, или ты просто сказал, Макс? Как скажешь? Смотри, я говорю, Макс, я всегда готов с любым подраться. Да я понял, я понял. Ну именно, чтобы это были руки, чтобы, ну, по кику, я не знаю, ну, это один момент. Ну ты же сам кикер, сам кикер, боксер-то, не? Я? И с кика пошел, не? Мой первый бой по кику был с Хадиса в моей жизни. А, то есть ты никогда не дрался по кику, да? Я занимался в детстве тэквондо. Ну это было еще... Это можно не брать его внимания. Это было очень давно, и не просто был, да. И даже я там был не против подраться, ну, против Хадиса. И поэтому я с тобой, как бы, я был бы не против подраться. Но, понимаешь, Яра, я выполняю свою работу. И ты выполняешь свою работу, он выполняет свою работу. И понимаешь, ну я не могу через его голову перепрыгнуть. А зачем прыгать? Ты подошел к тебе, Макс, короче, вот этот парень меня такие вещи говорит, короче. У меня там это-то сделает, давай, иди там, у нас все дела, разговаривай. Ну не было же? Не было. Ну я никогда... А я ждал этой инициативы от тебя. Я бы никогда не был бы против подраться. А сейчас видишь, и опять, даже сейчас, вот в принципе, этот бой, твоего согласия же, в принципе. Ты тоже, или Макс тоже сказал, у тебя не спрашиваю. Вот Мурат, и... Не, не, он же сказал тебе, вот... Когда Эмеля соскочил, что... Мурат, будешь драться с ним? Ты говоришь, да, правильно? Когда Эмеля соскочил, я говорю, Макс, пожалуйста, сохрани этот бой, и неважно, с кем это будет этот бой, ну, мне надо подраться. Правильно, потому что подготовка, это, ну, мне надо подраться, заработать, я не хочу простаиваться. Все мы такие спортсмены, мы этим живем, да, да. И если мы не будем, ну, ты так мне не ответил, инициатива с твоей стороны была, или ты все... С тобой подраться? Да. Конечно. Ну это же сам Макс, Макс, давай, ты чувству, да, именно с Тишас. Да, конечно. Базара нет, Базара нет признал. Просто понимаешь, а как, что я скажу, нет, я не буду драться? Нет, я не буду, а когда тебе не нужно, когда тебя спросили, а ты сам до вопроса... Конечно. Сам пришел к Максу, Макс, делай мне Боксу радом. Конечно, конечно. Базара нет, все, вопрос отошел. Ну, просто последнее слово за ним, все-таки в данной ситуации было. Понятно, что есть команда, понятно, что есть команда, что есть какие-то... Да, да, да. Просто и знаешь, если мне человек хочет с тобой подраться, ну, мне даже в голове нет такого, чтобы я сказал, да нет. Потому что я в себе уверен, ну, и это моя работа, почему бы и нет? Мне всегда интересно попробовать себя с новой оппозиции, тем более с тобой, ну, ты очень опытный боксер. Я сам базовый боксер, и интересно было бы встретиться чуть, наверное, не по тем правилам, к которым мы привыкли. Ну, это либо вот кентуса, либо вот кулачка. Не было всегда, почему нет? Ну, вот кентуса, они не сильно отличаются, в принципе, а там тоже блок не примешь. Я вот в свой первый бой вышел на наше дело, и, короче... Привыкнуть надо. По привычке, раз, блок, тук, нокдаун, короче. Встаю, мне опять считают, раз, тук, упал. Думаю, твою мать, что происходит? Надо это, короче, не работать. А вот я с Хадисом дрался тоже, на маленьких же дрался. Ну, тоже было непривычно как-то, ничего себе, ну, просто это, наверное, ближе к кулачке все-таки. Это ближе к кулачке, поэтому, поэтому бой будет у нас с тобой хороший. Олег. По-любому. А были такие ситуации, учитывая, что Мурат, если вот он выбирает себе цель, он в медиапространстве, вот прям словесно, прям газует по полной. А ты сам, может быть, как-то абстрагировался от этого, но были такие люди, которые, знаешь, скидывали тебе вот эти видосы? Олег, смотри, а вот он вот это сказал, Олег, а вот это он сказал, ну, давай, что там будет, что-нибудь, ответка и так далее. Ну, вот, не помню, где я впервые это видео увидел. Ну, вот есть у тебя, если не ошибаюсь, вот твоя фан-группа, да, там, в этом, в интернете. Кто-то ее ведет, это даже никто. Ну, вот, Халидов боксинг. Ну, я знаю. И вот, и он постоянно отмечает, отмечает, отмечает. И, знаешь, ну, я не знаю, просто к этому как-то проще отношусь. Просто я понимаю, если я отмечу, от этого, например, ничего бы не изменилось, потому что, опять же, мы в команде, и при решении только вам последнее. Ну, создать медиа, создать медиа, шумиху, это уже ты подкладываешь такой фундамент. Ну, знаешь, скажу так. Вот если бы этого боя бы нашего сегодня не было бы, если бы когда-то после моего боя с Амаром Айдемировым, у меня бы не спросили про тебя. И когда я сказал, что я тебя нокаутирую в первом раунде, ну, мне на самом деле это хочу сделать, да? Я не сомневаюсь. Не обессую. Да нет, вообще вопросов нет. Я вообще считаю, знаешь как, я считаю, что наш бой не дойдет до конца. Ну, кто-то из нас хрустнет кого-то. Посмотрим? Ну, прям, я же, ну, это интереснее, ну, я тоже же чуть-чуть, ну, я же хоть и боксеры, ну, я умею анализировать. Я, просмотрев твои бои, я, ну, что-то плюхи не увидел. Кроме одного боя с отаячего борца. Ну, Коля Данилов, да. Ну, который, короче, ничего. Он же не так давно был, да, я смотрел. Ну, в принципе, попасть на него несложно было, да, на самом деле. Ну, там главное, чтобы Коля вначале не попал, он-то, как я помню, тоже нормально прицелился вначале. Ну, я не поплыл. Не поплыл, а, ну, я по телику смотрел, но казалось, что немножко коллажен. Да, я не поплыл в тот момент. На самом деле тяжело попасть вот такому, как Коля, он очень медленный. Он пока ударит, там, уже сесть попить чай и там что-нибудь еще сказать в ответ. Ну, да? Но Коля физически очень. Ну, он намного быстрее. Он мне физически, это ничего не значит абсолютно. Он намного быстрее, он тоже физически парень сильный. А вот мне попало-то хорошо. Это вот единственный бой. И там были перчатки боксерские. Да. А это под гол и кулак. Ну, тут я понимаю, что в кулаках ты такого-то размаха не ударишь. А вы сейчас будете на кулаках как раз драться, а бои Олега на голых кулаках какие-то? Я посмотрел бои его последние. Честно, вот, у меня только единственный, вот, я посмотрел бой с Джангаразовым, где единственный, самый интересный момент был, где стал рюкбист и сказал, что за параша. Я за это платить не буду. Чтобы они на эту парашу пришли сюда смотреть. Вот это самый интересный момент был в этом бою. Вот честно. Ну, ты сам меня понимаешь. Нет. Это бой был настолько, настолько, так чемпион не должен драться. Олег, ты меня извини, конечно, но так не должен, это чемпион с таким, как Ислам Джангаразов. Потом будет я боюсь со Скобенко, ну, более-менее еще там. Нет, ну, еще более-менее. Но в целом, последние твои бои меня вообще не впечатлили. Но подожди, и Ислам, так-то парень опытный, Джангаразов, и Скобенко-то там опыта за плечами хватает. Я вообще не помню кого-то, чтобы Скобенко прям приваливали. Всегда так муторно по очкам. Я так не вспомнил. Опыта много у него. Вот со Скобенко бой был еще более-менее. Герман Крепыш прям такой. Да, со Скобенко я посмотрел, бой был, но то, что было с Исламом, это вот реально... Ну, я считаю, что, да, это было незрелище. Я не знаю, вы там очень близко общаетесь, что ли? Нет, нет, в любом случае нет. Объясню. Я согласен, что там не было зрелища. Я с этим соглашусь. Но я вышел, я сделал свою работу, я выиграл бой. Плохая победа. Я не травмировался, но это спорт, ты же это понимаешь, ты больше меня в спорте. Ну, смотри, да, я понимаю, но вот, допустим, лучше красиво проиграть, чем никудышно выиграть. Ну, я выиграл. Как с тобой не согласятся в большинство спортсменов? Лучше никудышно, вот, вот, закатить бой и проиграть. В этом бою не стыдно проиграть. Но когда ты вот такой бой устраиваешь и выигрываешь, ну, как-то на тебя уже по-другому смотрят. Это ты же можешь все-таки для зрителей этой бои, мы же не для своего личного рекорда делаем. Мы все-таки, мы выходим и людям показываем зрелище, людям, люди хотят зрелище, тем более кулаки. Я понимаю, ну, надо же о себе тоже думать, особенно в кулачке. Это же тоже, как бы, это может все в один момент закончиться. Ладно, ну, как завоюсь, Джангараза у нас не будет, короче. Я почему-то уверен, что точно не верю. У нас с Таней мы будем драться. Да, конечно. Мы для этого туда и идем. Да. Ну, вот, интересно, да, Олег дрался в свое время с Асланом Азбаровым по боксу. Да. С Аслана, так же, как и тебя, тренирует Али Педуриев. И может быть, ну, так как Али знает Олега, в том числе уже не по наслывке, грубо говоря. Что он тебе говорит по этому бою? То есть ожидает ли он, что тебя ждет такая очень серьезная, тяжелая проверка? Я сейчас не буду покладывать, как бы, наше все там, да, геймплан? Нет, ну это сомнение, я не имею в виду, что Олега... Хотя его и нет, потому что вышел и рубись, короче. Не, ну тогда, на самом деле, ИСОС тогда был, Аслан был далеко не в идеальной форме. И бой-то показал. Но и он дал хороший бой Аслану, на самом деле. Да, не будем его заслугунять. Я в тот момент, чтобы ты понимал, Мурат, я только подрался по кулачке, мой первый бой по кулачке был. И через 13 дней Макс Бабанин, кстати, мне позвонил и предложил тот поединок. Я на тот момент не знал о сослании. Честно, я никогда не углублялся в эту индустрию. Мне просто было неинтересно это. Ну вообще не... Ну, я не смотрел бои, ничего. Ну, я только начинал как бы перезагружаться после... Мне тоже простое было. Три года. Так, может быть, не такой большой, как у тебя, но был. Вот. И подраться, там, по телеку меня покажут. Ничего себе. Да, конечно, подерусь. И еще там за несколько дней, что ли, за пять, я еще пятак согнал перед этим боем. Как бы я тоже считаю, что я был не в хорошем... Не в идеальных кондициях. Это сейчас от тебя слышу первый раз, да? Я этого не знал. Да, да. Да, 13 дней я прошел. Поэтому бой делают всегда два бойца. Ты был не в очень форме. Он был... У вас бой был хороший, но вы не показали, конечно. Ну, и он с ним показал, а ты не показал. Но то, что не надо делать с Олегом, мы знаем. И Али... Ну, и Али прекрасный. Али очень хороший, прекрасный, замечательный специалист. И он подберет ключи к любому сопернику. А была ли у Али хоть капля сомнений перед тем, как предложили бой с Олегом? Что он тебе говорил, что, ну, может быть, рановато. Типа, на голые кулаки. Именно на кулаках. Сходу вот. Да, именно голые кулаки. И сама вот именно формулировка голые кулаки Али сильно не нравится. Это индустрия. Но мне предложили тоже убеждать. Я убеждал всех, Олег. Спасибо. Спасибо, брат. Начиная, короче, с семьи, заканчивая нашим делом, чтобы этот бой сбыл. Я пошел на многое от этого боя. И Али тоже не убеждал. Оно того стоит, я считаю. Оно будет того стоит, в любом случае. Это уже того стоит. Видишь, какая шумиха поднялась. Конечно, конечно. Люди уже на два фронта разделились. Главное, чтобы люди не делили по национальному поезду. Это спор. Я считаю, в спорте нет национальности. Вот это самое важное. Я вот людей призываю. Ни в коем случае не надо в контексте нас русский, не русский. Мы... Мы живем все в России. Мы оба россияне, да. Поэтому здесь нету контекста никакого. Поэтому так, да. Олег, тебя частенько спрашивали про желаемых оппонентов. Ты называл имя и Гаджи, и Саслана Азбарова, но никогда не называл Мурада. Почему? То есть его до, скажем так, вашего поединка, в принципе, на твоих радарах не было? Я тут тоже хотел, допустим, задать. Так, я объясню, почему. Я здесь для этого. Не, мы же... У нас что, касаемо кулачки разговоры были. Мурад никогда не дрался по кулачным боям. С Асланом у нас вот такой спорно достаточный бой был. Плюс он чемпион, ну, хардкора. Гаджи, это вообще он у истоков стоял в кулачке. Он как легенда. И просто у меня уже 8 поединков было, и я не с одним из этих парней не встречался именно по кулачке. И я считаю, что мне надо с ними, короче, подраться. Остальная главная составляющая, вот, вот, ребята, как Олег, там, еще многие ребята, которые имя не называют, у них моя медийность. Ну, вот, типа, Мурад Медина не подрос. Даже был один подкаст, там, где был рыбист Армен, по-моему, еще Асланбек, да. И там заходила роль, там заходила Олег за меня, на что рыбист сказал, ну, пускай Мурад еще подрастет Медина. Понимаешь, да? Пускай Мурад Медина подрастет. Получается подрос? Ну, получается подрос, да. Получается подрос. Но еще подрастем. Нет, знаешь, я никогда не насмотрел, наверное, медийность, там, или, ну, ну, я никогда не умел раскручивать поединки. Я, моя задача, вот я всегда такую, ну, позицию такую, как бы, для себя выбрал. Я спортсмен. Моя задача тренироваться, кушать, ложиться спать и драться. Вот, я вот так считаю. Я не умею там особо болтать, знаешь, на кого-то. Единственное, вот это с имели, конфликт моментов. Это конфликт, я вообще, честно, я вот тоже его посмотрел, я тебя не понял здесь вообще. Слушай, просто я повелся на эту движуху, ну, я с ним давно знаком, уже лет 10. Мы с одного округа, мы там боксировали, на сборах вместе были. Мы с ним всегда на нормальных отношениях были. И тут просто, по моему мнению, он просто какую-то планку перешел по отношению ко мне. Но я не видел, чтобы он тебя оскорблял, как ты его смотрел. Нет, ты же не знаешь, с чего это началось? Это не изначально. Это там у всего домашних петухов, что ли? Вот, да, для меня это, нет, мне это не понравилось, вот честно скажу, как бы. Ну вот я смотрел, мне этот парень реальности импонирует, да, смешной парень. Умеет себя преподносить, умеет себя, умеет хорошо разогреть. Окей. Он ваш бой, это, за обоих разогрел. Мурат, а прикинь, вот зная тебя и твою историю, например, он снимает петуха. Ну смотри, я отвечу на этот вопрос, вот, есть такой боец Хайбулла Мусала, я его просто как, просто я его пример сейчас приведаю. Да, я знаю Хайбулла. Вот не он себе не позволяет кому-то, да, ни к нему никто не позволяет таких вещей. Почему? Сегодня, на сегодняшний день никто еще пока тоже не рискнул таким образом в мою сторону так вот пошутить. Почему? Что такие, как Емеля, мало что ли? Нет, я думаю, что Олег тоже вряд ли позволяет свою сторону так. Но если бы не позволил бы Олег, то он бы этого не сделал. У меня есть предположение, почему так он сделал. Вот он обычный парень, там, с Адыгеи, да, ну по нему видно, он обычный паренек, я его знаю. Как бы я это вижу так. И мне кажется, когда он попал в эту индустрию, у него появилась своя фан-зона, там, вот эта движуха вся. Мне кажется, он просто проникся в эту движуху, все. По клоуну не надо. Как развеселить народ, и тем самым он пытался просто как-то публику развеселить. Ну, вот так. И плюс его поддерживают, что он молодец, там, якобы, все правильно делает. Как бы для меня было это неприемлемо, но мне это не понравилось. Если бы он этого не сделал, я всегда бы проявлял к нему уважение. У меня нет, там, чего-то личного к Мураду, мы спортсмены, мы выйдем, подеремся, пожмем руку. Так же и ко всем остальным у меня всегда так было. Ну, просто этот человек в мою сторону какую-то грань перешел, по моему мнению. В какой-то момент ты ее настолько перешел, что ты его переплюнул. Я говорю, потому что я уже все. Я был сам на себя не похожим. Ты вроде держался сначала, да? Да, да, да. Вроде держался сначала, как бы, на это, ну, не велся на эту провокацию, да, так называемое. Ну, да, да, да. А потом ты повел, ты тебя понесло уже, там, и черт, и что там, и что-то, и лошара. Ну, просто... И что-то какое-то не было. Ну, как раз вот эту грань. Грань, ты намного больше, по моему мнению, перешел, чем он. Может быть, я, может, какие-то слова там позволю дарю. И мне кажется, что он залез тебе в голову в этот момент. Ну, знаешь, я кажется... Если бы ваш бой был бы, то... Не-не-не, психологически я... Честно. Ты сорвался психологически. Это было на конференции. Вот ты видел, как вот был Хабиба с Магайдера? Насколько человек провоцировал его. То, что говорил тебе Емеля, это вообще просто пыль. В связи с тем, что говорил Маг... Ну, тем не менее... И до конца стоял человек, и не повелся. Ну, то есть он был... Ну, я может... А мне кажется, что Емеля залез тебе вошел. Ну, не-не-не, я психологически никак не поменял бы свою подготовку и так далее. Настрой на бой, я бы вышел и как бы делал свою работу. Меня бы это не сбило с пути. Но вот именно... Об этом уже не можно говорить уверенно. Боя нету. Ну, я думаю... Не можно быть со слагателем накладом. На этом турнире... На этом турнире... На этом турнире... Да, его не будет. Но я думаю, в дальнейшем, я думаю, все-таки он состоится. Олег, ну вообще, ты всегда был человеком, у которого не было хейтеров, в принципе. Ну, реально, ни одного негативного комментария. Я сейчас открываю последнюю пресс-конференцию Топ Дога. Там что только не писали. Ну да, соответственно, в контексте вот Эмеля, что вот Фомич сам-то за метло не следит. Наговорил сам уже немало. Эмеля, топим за тебя, дружище. Хейт поймал, да? Эмеля не просто залез, а поселился и сделал ремонт в голове у Фомича. Мнение о человеке Фомиче реально поменялось. Топлю за Эмелю, за позитивного весельчака и так далее. Удивлен ли ты, что такой хейт свалился? И как ты его объясняешь сам себе? Ну, честно, я об этом никогда там не задумывался. Я это знаю, да, я это понимаю прекрасно. Ну, я считаю, что мы с Эмеля два взрослых мужчины. Мы с ним сам разберемся. И мы там подеремся и выявим, кто из нас лучше. Просто, может быть, с его стороны это часть работы. Но для меня эта работа как-то, ну, честно говоря, неприемлемая. Как бы я не хотел бы, чтобы он так. Я говорю, повторюсь, я знаю его давно. Мы с ним там на соревнованиях дрались и на сборах. Мы сборы проходили вместе. На соревнованиях как дрались? По боксу я проиграл. Да? Ну, это было в детстве давно. Ну, как там, пусть нас, может, девять-надцать лет. Короче, он вывел тебя на те эмоции, которые хотел. И ты показал то, что у тебя внутри по отношению к нему. Да я к нему никогда в том-то и дело. И показал на все слышания. И люди, конечно, тебя за это не поняли. Пускай, пускай, пускай. Как и я не понял, в принципе. У меня наш мурат. Он себя четко, ровно, спокойно. Но потом сорвался, там, такие оскорбления. Да, и мне просто это неожиданно было. Меня таким видеть. Я это прекрасно понимаю. Потому что я говорю, я никогда ни с кем не ругался. Мне это неинтересно. Я даже не умею ругаться с кем-либо. Ну, на самом деле, мне это неинтересно просто. А просто я опять повторюсь. Человек перешел для меня грань. Ну, по моему видению. И поэтому я тут уже не смог сдержаться. Вот и все. Мурат, а когда ты был с Дамилом у нас на программе, мне особенно запомнилась тоже фраза «Ты главное тобой отойти, ты главное не снимись, главное не соскочи». Это ты так много раз это сказал. Это прям резало мой слух. Ну да, я так запомнил эту фразу, но мы еще потом с Яриком обсуждали. И тут ты сам слетаешь с этого бой, естественно, люди тебе дают обратную реакцию. Там понеслось. Ты, я думаю, что получил так, хейт нормально. Вот, получив столько хейта от этой ситуации, ты сейчас отчасти понимаешь Олега, ну, как ему вести себя в данной ситуации? Потому что, ну, в целом масштабы нечто схожие. Слушай, мы спортсмены, мы столько тренируемся, мы выкладываемся, чтобы пойти показать зрелищный, красивый бой. И поэтому травма, это она как, ну, она вот рядышком идет с нами. И вот тот именно момент, когда я говорил ему, только выйди, именно это вот сыграло основную злую шутку, понимаешь, да? И я сам, хотя я вот с трубками, вот здесь лежу, у меня даже, вот здесь еще, ну, такие два шам остались. Две трубки у меня здесь стоят, я говорю, аллей, мы выйдем, говорю на этот бой. Мы выйдем, говорю на этот бой. Он говорит, ты что, гонишь что ли? Ты с трубками что ли выйдешь? Они сейчас мне снимут, говорю, и все, я говорю, этот, нормально все. Хотя я, мы когда сняли, мне я еще так вот, недели две набежал, не смог ее сгибать. Я до последнего хотел отбой сохранить, только из-за тех моих слов, понял, да? Я понимал, что сейчас начнется, примерно, я понимал, что началось там, и чего только не писали, хотя мне хотелось их найти, короче, я хотел их найти, просто уже не знал, короче, отвечать не отвечать, думаю, короче, злость сидел, телефон чне разбил. Но к тебе же еще, Мурат, хейт прилипает, знаешь, периодически за то, что вот, там ты громко говоришь, эти люди пишут, да вот куда там, Мурат Халидов, что, куда ты говоришь сейчас, там, про какого фамича, типа, да тебе до него еще, в России расти, а такой хейт, как воспринимаешь, как правило? Ты знаешь, я, конечно, уверен в себе всегда, и глупо, быть неуверенным в себе, вот я буду выходить, да с ним неуверен в себе, что ли, но кто-то молчит, там, кто-то там про себя, а я об этом говорю, я об этом говорю, кому-то это может быть не нравится, кому-то, ну, кому-то не нравится, но я вот такой, ну, и по-другому у меня не будет. То есть это как часть, грубо говоря, работы, то есть, по продвижению себя в том числе. Я понял, как это работает. В целом, ты понял, вот эту медиа составляющую, да, то есть, соответственно, у тебя много хейта обрушивается, и вот в этом плане, с высоты своего опыта, что бы ты мог посоветовать Олегу, вот в его ситуации, с хейтом, с которым он столкнулся из-за отмененного поединка, вот с имели. Хейт, это тоже твоя медика. Хейт, хайп, да, это, ну, без хейта, ты всем понравится, очень тяжело. Ну, невозможно. Поэтому кто-то из тебя не любит. Крепись. Нормально, нормально. Так должно быть, значит, что поделать. Возможно, если бы не хейт, в твою сторону за высказывания, такие громкие, сейчас бы не было этого боя. Вот я тоже, хотя бы хотел, сейчас бы сказать, да, вот если бы этого всего бы не было бы, если бы я бы где-то не говорил об этом бое, что как я тебя выиграю, что там, ты это, пятое, десятое. Возможно, этого боя бы тоже сейчас бы не состоялось. В тот момент я уже подготовил почву для нашего этого поединка сегодня. Ты что-то знал, потому что ты знал, что ты хотела. Я ничего не знал, но я хотел. Не ты имели руку совал. Знаешь, вот я же сюда пришел, в эту индустрию, ну, не только просто, чтобы там зарабатывать, да, базара нету, но все равно есть какой-то спортивный дух в тебе, там, да, и он присутствует, и тебе хочется имена, имена тебе надо, имена там, да, там, титулы, пояса, эти деньги уже даже, знаешь, не так важно уже, у меня, есть во мне, я когда даже был по любителям, по профи, надо пояс. Это просто, это просто железка, она нужна. Я тоже такого, я тоже хочу пояс. И мне нужны имена, и мне было кто? Так, Фомич, ну, Хадис, он мой земляк, ну, хотя я дерусь земляками через один, понимаем, чем дело, но он с моей командой еще плюс-минус. И поэтому, Фомич, конечно, я об этом буду говорить, что я хочу в бой с Фомичом, я его нокаутирую, он никудышный, меня не вывезет, короче, я буду это говорить, я это на деле покажу. Добро, все, посмотрим. Олег, вот, когда обсуждали с рогбистом ваш бой, я впервые, наверное, увидел в Дане такую толику, у него проскочило несомнение, он такой говорит, я переживаю за Олега, потом он сразу же откинул эту мысль, я переживаю, потому что, ну, может вдруг что-то случится в этом бою, но я уверен, в Олеге в целом. И переживаю, ну, так мне сказали, нельзя говорить, но переживаю, как бы я люблю Олежу, Олежа, самый лучший, мощный киаш, просто вдруг чуть-чуть не повезет, но мы об этом не выгодите, Олегу все повезет, все Олег вывезет, вывезет и покажет, на самом деле, кто самый лучший тяжеловец в России. А вот, а ты посмотрел ли, ну, ты говорил, что видел нарезки Мурада, нарезки боев Мурада, что ты из этого, ну, для себя, я не знаю, вынес? Я не знаю, есть ли что-то полезное? Просто был интерес посмотреть. Лого, что не знаешь, Олега. Опять же, у меня есть тренер, вот как же, как Мурад сказал, который, ну, особо не углубляется, правильно же, ты особо там ничего не смотришь? Да, ну, как ты сказал, а тренер смотрит уже, как бы проводит какой-то анализ и уже тебе говорю, как действовать. Так же у меня. Я, честно, я даже никогда бокс не смотрел, профессиональный. Были там определенные бойцы, которые мне были интересны, ну, мне нравятся они, а вот только в последнее время я там, занимаюсь боксом 14 лет, и там, может, последние два месяца я могу там включить биографику какого-то боксера, ну, и просто смотреть о его жизни, как он пришел к этому, чемпион, и так далее. Ну, мне никогда, я никогда не смотрел на своих оппонентов, там, ну, вообще ничего. Мне вот Макс еще с первым, в ней, Олег, да посмотри, там, изучи, там, пойми, как, не знаю, я вот так. Я, конечно, понимаю, вот, ригбиста, что он переживает, его можно понять. Нет, ригбист переживает всегда. Че-че? Смогу сказать, вот, он приезжал, когда я с Хадисом дрался, он в раздевалке сидел, тоже, он там, наверное, пинал ногами этими перед боем, вот так, вот так, вот так, потом с Колей и Даниловым, мы тогда дрались, блин, я видел, он такой крепкий, такой физически здоровый, блин, Олег, я переживаю. Он всегда переживает, на самом деле, всегда переживает. Ну, как я это понимаю, как бы он говорил об этом тоже. Олег, на одном из подкастов ты говорил такую фразу. Кто больше болтает, тот больше падает. Мурад, он, в принципе, достаточно громко, много говорит. Относишь ты вот эту фразу, свои слова, и к Мураду в том числе? Я, как бы, всегда об этом говорил, да, что, ну, я паде, я, как бы, на самом деле, вот я, кто много говорит, тут много падает. Ну, я придерживаюсь этой фразы, и поэтому сам стараюсь, ну, ничего лишнего не позволять себе. Ну, не будем брать ситуацию с Эмели сейчас, да, вот, ну, я бы никогда не мог, наверное, сказать, там, я тебя выключу в первый рейтинг, я бы не мог так, наверное, сказать. Ну, я не знаю, почему. У меня, конечно, есть свои планы в голове, там, я могу что-то построить, тренеру прислушаться, но я бы, наверное, я опять же говорю, для меня нет никаких врагов, как бы, я там не желаю ничего плохого, но, естественно, я хочу выключиться красиво, да, но себе бы я не позволил, наверное, но отношение к Мураду, после его слов про выключу в первом раунду, просили днячок, немного личного вносит что-то в бой, как-то чуть меняет отношение к нему? Да, да нет, мы подошел, он подошел, когда мы поздоровались нормально, обычный парень, ничего такого, не могу сказать, да мы даже лично не знакомы, ну, и вот эта фраза меня никак не задела, я бы максимум только улыбнуться и все сказать, прикольно. Ну, вот ты знаешь, касаемо вот много, я говорю, никогда не переходя грани, никогда не переходя на оскорбление, никогда не касаясь каких-то вещей, которые, ну, ценные, да, для нас, я говорю, выключу его, это же, это же его не оскорбляет, я выключу тебя, не, наоборот, ты как будто собирается с тобой сделать, ну, он не говорит об этом, тебе это, как будто бы что ты говоришь? Как будто мне это, наоборот, еще больше интересно к этому бою, ну, человек хочет меня выключить, меня никто никогда не выключал, слава богу, и знаешь, хотя, ну, я реально, я вырос на таких ребятах, ну, Макс Бабанин, там, Женя Романов, ты знаком с ними, и, да, попадали мне, но, чтобы такого не было, такого мне никогда не было, и поэтому, если этому раду получится, я не знаю, как я даже отреагирую, ну, я думаю, это сильно духом не падает потом, нормально все. С духом все нормально, я думаю, ты знаешь, нормально с этим, поэтому проблем с ним не будет точно. А вот тот факт, да, что Олега, по сути, да, никто, я даже потрясенным не помню, чтобы ты был, мне кажется, ну, по крайней мере, в боях, которые были, там, кулаки, крепкая держалка у парня, пока. Наградила меня, ну, моя семья, мою маму, папу, такой вот, такой физиологией. Крепкий парень, да, но пока не пропускал хороших ударов. Пропускал? на самом деле, я не видел, чтобы ты пропускал. Я даже кулачки посмотрел, мне там, пару боев, с Хадисом посмотрел, там, вообще не пропускал. Ну, Хадис, не бьет сильно, такой сильный плюх нет у него, у Хадиса, он на самом деле, он не кикбоксер, он вообще самбист. Он парень с борьбы. Опыт у него есть, согласись. Он парень с борьбы. Да нет у него, он парень с борьбы, он просто чуть-чуть изменил немножко свой вектор, и сейчас начинал. Два раза Европу выиграл по боевому самбо. Ну, так это самбо. Боевое. А это жесткий спорт. Все равно это не бокс и не кикбоксер. Тут, да, тут нельзя сравнивать, это разное. Он сейчас только начал чуть переформацироваться под бокс, под кикбоксинг, поэтому, ну, ударов тоже от него не пропускал. Не, ну, я и тебе скажу, что я вот, ну, я реально помню, от Романа вот так раз хапнул, блин, снизу, я до сих пор это помню. Он мне как дал, просто у меня аж пар из ушей пошел. Я реально почувствовал эту плюху Женя Романов. Вот, ну, международник наш, Волгоградский, да. Я пропускал удары, почему, но я не падал. Как бы. все, когда-то бывает первый раз. Надеюсь, это не случится. Надеюсь. Мурат, ты приходишь на площадку Олега в качестве чемпиона Лиги Наше Дело. Есть ли у тебя в голове такая мысль, что ты на площадке Топ Дога представляешь Наше Дело. Да, несомненно, наверное, присутствует такой момент. Я чемпион, я действующий чемпион, я боец Лиги, Наше Дело. В любом случае, есть такое, конечно, есть. И вся Лига, включая, начиная с Армена, и всеми ребятами, очень переживают за меня. Все ждут победы. Поэтому, конечно, когда он зайдет ко мне в наш октагон, я думаю, то же самое, и он будет чувствовать, что он где-то представляет. Я думаю, ты же выделешь, ты дрался за проделами, и ты представлял. Представляй команду Топ Дога. Все правильно. Я даже, когда я выхожу в РССИ Дерусь, у меня на шортах Топ Дог. Ну, мы всегда с Максом просим, чтобы нам напечатали вот этот вот лейбл, или как правильно сказать? Логотип. Логотип, да. Чтобы у меня было написано, что я тут Топ Дога. Ну, потому что я чемпион Топ Дога. Как бы, я представляю их, как бы, я отстаиваю звание чемпиона Топ Дога. Ну, все равно, не важно где, я все равно, я представляю Топ Дог. Топ Дога, это моя семья большая, я считаю. Они много для меня сделали. Вот и все. Барни, сейчас попробуем такой небольшой интерактив сделать. Нам для интерактива нужен реквизит небольшой. Позвоним Армену и Дане Рэгбисту быстренько. Попробуем, по крайней мере, это сделать. Вопрос будет обоим одинаковый. Вот три главные причины, почему вы считаете, что ваш боец победит. Даня, начнем, давай с тебя. Вот три причины, почему Олег победит. Такой, я думаю, равный и конкурентный тяжелый бой, что тяжелый опыт и какие-то причины называть конкретные, которые, кажется, решающие значения, но, мне кажется, преимущественно на стороне Олега в том, что он уже имеет опыт встречи с моим споровительством, с конкурентными соперниками, либо равного уровня, либо такого, что у Андердога он потом все поднимал, поэтому, мне кажется, он уверен в себе, понимает, что делает и зачем. И он в этих схватах, несмотря на габариты своих соперников, или их опыт и регалии, выходил в уверенном победителе, и он показал очень интересным победителем. Поэтому, мне кажется, у Мурада, я посмотрел сегодня и в бокс, трэ, и в нашем деле, мне кажется, вот здесь преимущество его позиции до этого поединка, что он уже хотел повести позицию. Это первое. Другое, что я думаю, что он моложе, и при этом моложе, если у него есть не такой, он не враж, а он уже просто любит эскад. Это, мне кажется, тоже может быть, очень. Армен, в целом тебе тот же вопрос, отстаивая своего бойца. Три причины. Да его отстаивать не надо, он сам о себе умеет говорить. Первая причина, это тот путь, который его привел к этому бою. Мурад, как птица-феникс, возродился. Мурад доказал всем в нашей лиге к скептикам, которые изначально, может быть, скептически к нему отнеслись, что он является настоящим чемпионом, и бойцовский никнейм не напрасно он этот носит. Это путь, который он проделил, это мотивация, которая в нем есть, это его основной источник дохода, это то, ради чего он живет сейчас, ради чего он дышит, и это третья причина, это то, что мы приняли этот бой. Мы никогда не делаем опрометчивых поступков. Мы все взвешиваем, мы все рассчитываем, и мы знаем, что для нас Мурад является фаворитом, мы в это верим, и в любом случае знаем, что Мурад ни вскоим не посрамит наш дивизион, и то, что он является в нем чемпионом. Так как наш дивизион, я искренне в это верю, является сейчас сильнейшим в стране. Так, Дань, проверка связи. Да, да, да. Ну и вот второй вопрос. По-любому в этом поединке кто-то выйдет победителем, кто-то проигравшим. Ну, ничья, я думаю, здесь крайне маловероятно. И вот здесь интересно, как ты вот в частности считаешь, в чем может быть преимущество, не преимущество даже, а почему не может быть слишком плохо, если, например, Олег проиграет этот поединок, то есть в чем плюс для организации этого боя? То, что мы не отказываемся от сильнейшей и ничьей самой легкой я, в принципе, на самом деле об этом не думаю. И проиграть можно по-разному, я считаю. Олег в этом поединке в любом случае сделает все так вот, как сейчас я говорю о Романна. Единственный источник дохода, не только, точнее, это является его единственной мотивацией. И вот этот вот молодой кураж и желание жить твоей мечтой, то, что мы ее помогаем и даем ему воплощать, это не то, что и что плохого там нет. Это жестокий, конкурентный спорт, и любой может проиграть в любой момент. Поэтому не думаю, что это как-то должно не будет. У меня вот есть один вопрос. Дань, слышишь? Данил, ты меня слышишь, да? Да, да, да. Да, это я, Мурат, с тобой говорит. Рад знакомству. Я вижу. Один вопрос есть. Почему ты так не дорожишь своим чемпионом, что отдаешь его по такие молотки? Потому что я в нем уверен. Ты вот сейчас скажи, ты сейчас боишься за Олега? Боишься за Олега? Да, за Олега Фомича боишься? Нет, я думаю, мне Олег не давал повода, чтобы я... А здесь не в Олеге дело, это не Олег дает повода, здесь дело во мне. Здесь дело во мне. И за меня боишься, что с ним может случиться или нет? Я считаю, это самая интересная позиция для него, которая лишь слаще сделает и еще выше его вознесет в случае его успеха. Ну, мы это увидим до этого июля. Вот, мы это и увидим. Я тоже согласен. Армен, тот же вопрос тебе в случае поражения. Почему все равно идете на такой риск и какие даже исходя из неположительного результата, какие положительные моменты можно извлечь из этого? В первую очередь я хочу обратиться к нашим зрителям и сказать, ребят, видите, какое торжество спорта сейчас происходит, когда я большой респект хочу выразить Олегу, хочу выразить большое дание за то, что они принимают такие вызовы. Правда, Мурат на данный момент, я уверен, в этом является сильнейшей оппозицией в кулачных боях для Олега. И они спокойно и уверенно этот вызов принимают, потому что они так же, как и мы, живут принципом конкурентности, что только в конкурентности рождается истина в этой истории. И я могу также сказать, что да, у нас есть, мы хотели этот бой организовать у нас, мы об этом говорили, и мы будем видеть рады Олега, в дальнейшем все-таки получится на нашей площадке, потому что мы также его ценим как настоящего воина, настоящего бойца. Но мы не могли отказаться от такой возможности организовать такой бой даже на площадке сторонней топ-дог, к которой мы очень хорошо относимся. И здесь есть условия, на которые мы пошли, да, там дополнительные в плане весовой категории, в плане тайминга, формата поединка, который не совсем стандартный для Мурада. Но я знаю, какой Мурад целеустремленный, какой он профессионал в своей деятельности, я уверен, что он эти трудности тоже преодолеет. И в любом случае, как бы этот бой не сложился, этот бой зайдет в историю кулачных боев у нас в стране. И наш принцип организации максимально конкурентны бои. И принцип топ-дога такой же. Так что мы здесь друг друга скажем так, понимаем, и этот бой, как бы он не сложился, он будет одним из лучших не только в этом году, но и во всей истории кулачных боев. Я в этом полностью уверен. И от того стоит. Вот знаете, знаете, я чего хочу сказать. Вот это как раз не было же таких вот еще такой практики между нашим делом и топ-догом. Кросс-турнир, да? Ну, чтобы бойцы, которые на действующем контракте, которые являются не там бойцами одной лиги, дрались, в нашего дела дрались на топ-доге. Тем более, чемпион. Я надеюсь, что этот опыт, он сблизит эти лиги и чтобы так ты мог прийти к нам. Обмен опытом. С других весны. У вас просто есть другие лиги более дружественные, да, так скажем, на сегодняшний день. Я поэтому надеюсь, что именно этот бой нашей лиги сблизит. И в целом я вообще за то, чтобы в нашей индустрии лиги между собой как-то взаимодействовали. Потому что хочется нам, хочется развиваться. спортсменом, а развиваться когда? Ну, когда ты дерешься с более конкурентным бойцом. Вот если у нас, у нас в нашем, ну, в нашем деле бойцов очень сильный ростер. Но я вижу там Фомича, я там вижу еще одного парня в другой лиге. Мне хочется подраться с ними. И вот это, вот это взаимодействие должно быть в лигах, оно будет приносить всем пользу. И зрителям, и лигам, и, конечно же, нам. Поэтому я надеюсь, что именно наш бой, наши лиги как-то с дружеством, скинтуются, короче? И начнут уже там, понял? Дай бог. Ребята, вы отправная точка. Я надеюсь, что так это и будет. Поэтому я обращаюсь к убийству, к Армену. Давайте соприкосновения более тесно, и мы будем газовать. Парни, вот напоследок вопрос. Я понимаю, что каждый из вас уверен в своей победе. Ну, вы бы не выходили на этот бой в другом раскладе. Но вот мне другое интересно. По ходу беседы прозвучала, вот, Мурат, от тебя такая история, что я надеюсь, что мы выйдем туда и зарубимся прямо вот в центре. Я уже боюсь говорить на него. Я уже боюсь слово это говорить. Я не знаю, с чем мне надо делать. По прогнозу вообще может ли возникнуть в бою такой эпизод, когда вы реально встанете друг напротив друга в стиле Макса Холлоуэя и Джастина Гейджа под конец их боя? Конечно. Но этот парень идет назад. А я люблю идти вперед. Мне реально, ну, я вот, я его столкну с этого центра. Как бы вот он не пытался его занять, я в центре его столкнул. А там уже, уже, это же кулаки. Тут любой удар может решить. Это не кентуса, там, тем более, ну, это, это кулаки. Он тоже удар имеет, но хотя не бьет сильно в этих кулаках. А я вот первый раз эти кулаки, я не буду задумывать там легко ли, не сильно ли, я как дам, блин. А там, если Олегу вернется, хорошо вернется, ну, тогда все уже. Дзин-дзин-дзин-дзин, это гон заиграет. Олег, у тебя по этому поводу какие мысли? Да, мой поэт. Я приму любой бой. Ну, я думаю, все-таки так оно и будет, потому что Мурат Прущий, вперед боец. Я, в принципе, такой же. И я думаю, ни шагу назад, как говорят о нашей Сталинградской земле, ни шагу назад. Сталинград, да, вошел в Сталинград. И думаю, это будет очень красочный бой, тяжелая весов. я вот опять-таки говорю, когда зритель кайфанет, ну, вот такой зарубан, я надеюсь, что на самом деле это зуба произойдет, ничего за эти 12 дней не изменится, никто из нас не получит травму. только похудеем станем. Ну, я, 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 стопроцентно. я тоже, я, 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 ну, я, вообще не вопрос. А у 19 буду, конечно, худеньким, стройным, как кипарис. На этой кипарисовой ноте перейдем мы к обитых взглядов. 20 июля турнир топ-дог Мурат Халидов, Олег Фомичев. Маленький для меня. Размер не важен. Здесь все четко, да? Нормально.